Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Замыкаем мы еще одну неделю, ходим на выходные. Я надеюсь, друзья, что эта неделя вас не разочаровала и соответствующий настрой, он как раз и располагает хорошим выходным. Мое традиционное пятничное напутствие очень важно, чтобы вы с хорошим настроением снова возвращались в понедельник, потому что психологический настрой для успешной торговли очень важен. Собственно, также важен, как и уверенность, которая опирается на четкую аргументацию того, что делается на финансовых рынках и относительно тех спекуляций, которые проводятся. Вот как раз фундамент я беру на себя, стараюсь, друзья, каждый день держать вас в курсе всего самого интересного, чтобы вы не тратили время на поиск информации, на самостоятельный анализ, хотя это ни в коем случае не возбраняется, но думаю, что единомышленников среди вас очень много. За это вам большое спасибо. У нас на повестке текущей торговой сессии сегодня отчет по штатам. Это заказан товар длительного пользования. Да, важная статистика. Еще, скажем, отчет, который поможет нам проанализировать дополнительный сектор американской экономики. Но, как уже миллион раз повторялось, нам сейчас особо и не нужны практически дополнительные факторы, которые подтверждают то, что в американской экономике более-менее сейчас все нормально, потому что основные вводные характеристики американской экономики – это состояние рынка труда и темпы экономического роста, еще показатели инфляции, хотя его можно отчасти отнести и в сектор рынка труда. С этими показателями все замечательно, все здорово. У нас с вами уже в истории протоколы. Мы ждем сентябрьское заседание Федеральной земной системы и ждем, что американский регулятор все же подтвердит конкретными действиями, ранее озвученные намерения относительно изменения процентных ставок. В 15.30 в целом сегодня отчет, да, он в моменте станет причиной всплеска волатильности, как ни крути, все-таки, когда торговая сессия в целом не перегружена событиями. Ну, более-менее тот отчет, который можно выделить, он приводит в движение инструменты, и доллар сегодня обязательно на него отреагирует. Я думаю, что доллар получит доп. поддержку, там, в диапазоне 20-30 пунктов как минимум. В 17.00 по московскому времени куда более крутое событие – это выступление Джерома Паула, председателя американского регулятора. Фактически можно сказать, что Джером Паула – модератор всего на симпозиум в Джексон-Холле, и все, кто следил за этим событием, ждали прежде всего его выступление и продолжают ждать, оно ведь еще не состоялось, так же, как и мы, друзья. Нам хочется получить большую поддержку для доллара, нам хочется уйти на выходные с еще большим ростом американского валютного актива. И я думаю, что сегодня наши с вами ожидания будут вознаграждены, потому что мне хочется верить в то, что Джером Паула не будет изменять прежние позиции, и даже, скажем, чтобы поднять свои очки репутации после последних заявлений Трампа о том, что он не одобряет политику Федрезерва, которая направлена на рост процентных ставок, Джером Паула вполне может выделиться, ну, по крайней мере, попробовать это сделать, и снова обозначить мандат Федеральной резервной системы, независимость этого института и решение, скажем, своих макроэкономических проблем, задач и достижения целей. Собственно, эти цели, они были обозначены и по экономическому росту, и по данным по инфляции. После того, как эти цели были достигнуты, возникли новые риски для экономики, которые уже связаны с перегревом и сохранением высоких темпов роста инфляции, которые, в конце концов, могут негативным образом, скажем, в перспективе последующих 6-12 месяцев сказаться на потребительской активности. И чтобы не допускать, собственно, этого перегрева, как раз мы и рассчитываем, что американский регулятор будет повышать процентные ставки, потому что сейчас повышение процентных ставок – это, скорее, механизм, который позволит оградить экономику от будущих рисков. То есть это очень важное дополнение, это меры, которые нужны, и я абсолютно уверен, что эти меры, в конце концов, будут реализовываться. Поэтому резюмируем по содержанию экономического календаря. Сегодня в 15.30 для разогрева, друзья, отчет, который может, по крайней мере, вернуть на рынок трейдеров, инвесторов. Ну а в 17.00 уже будет как раз основной катализатор. И вот общаясь со своими коллегами, как раз изначально многие из них говорили, что протокол – это так, собственно, цветочки, как раз ягодки будут уже в момент выступления Джерома Паула. Ну посмотрим, друзья, как сегодня поведет себя доллар. Реагируя на риторику Джерома Паула, будем надеяться, что американская валюта не просто так сейчас растет. Видимо, знает побольше нашего, и, видимо, действительно, это ралли будет продолжено. Ну а теперь давайте быстренько по основным финансовым инструментам. По нефтянке 75.50 у нас в текущей уровне. Собственно, добрались мы до сопротивления, от которого я рекомендовал продажи. То есть мы даже, скажем, с трейдерами, которые спекулируют на каккосрок, тоже находимся сейчас в позиции. Эта позиция предполагает ослабление цен основным катализатором для нефтянки. Даже сейчас уже по прошествии счетной торговой сессии считается последний отчет по запасам нефти в США, который в этот раз поддержал. Покупатели, поскольку запасы нефти снизились, но у нас был компенсатор, тоже тире нейтрализатор вот этого фона в виде роста запасов бензина и увеличения показателей нефтедобычи в Штатах. Не забывайте, друзья, даже если я не обращаю в очередной раз ваше внимание на то, сколько нефти добывается в России, в Штатах и в странах ОПЕК, не забывайте о том, что это регионы, которые стремительно наращивают показатели нефтедобычи. И когда я стараюсь аргументировать позицию, почему цены на нефть больше, скажем, имеют шансов на отработку сценария продаж, я говорю о рисках перенасыщения рынка, роста перепроизводства, как раз риска, который является следствием вот этой активности крупнейших нефтяных экспортеров. Про этот отчет, думаю, что нет смысла уже снова говорить. Напомню, друзья, то, что вчерашняя торговая сессия, она была интересна еще тем, что вступили в силу новые импортные тарифы США против Китая и, скажем так, Пекина против Вашингтона, то есть в обратном порядке, на общую сумму в 16 миллиардов, то есть это обоюдный такой долларовый эквивалент с одной стороны США против Китая и наоборот. Поэтому мы с вами позволили себе сделать предположение о том, что даже несмотря на появившийся, тоже непонятно, почему и с чем это было связано, комментарий о том, что между США и Китаем состоится очередная встреча, которая будет направлена на возможность преодоления торговых разногласий, не очень-то верится в то, что какой-то действительно конструктивный итог этой встречи, этих переговоров будет. Тем более, что мы еще, по-моему, позавчера говорили со ссылкой на интервью Дональда Трампа в Рейтерс, что такой вопрос ему задавался, и лично он, собственно, не верит в нахождение, нахождение, по крайней мере, на текущем этапе выхода из того тупика, в котором находятся сейчас отношения США и Китая. Не забывайте, что эти отношения мы с вами непростые, сложные, используем, чтобы создать еще один или определить, обозначить, вот более правильное слово, для рынка еще один риск, для рынка нефти, это риск, который связан с более потенциально низким спросом на топливо из-за неизбежного замедления темпов роста мировой экономики. Это тоже фактор, который создает основу для сохранения именно коротких позиций. Также, друзья, против нефти у нас обязательно должен действовать доллар. Если раньше мы говорили с натяжкой несколько дней назад, что доллар активно растет, то есть рост был, но незначительным, сейчас рост существенный, это видно даже по индексу американской валюте. То есть, конечно же, более дорогая валюта должна способствовать снижению цен на нефть. И сегодня у нас еще отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Мы уже в последнее время несколько, скажем, с меньшим интересом, что ли, к нему относимся, потому что в моменте какой-либо реакции не происходит. Но я думаю, что раз уж мы сегодня говорили с вами о высоких темпах роста нефтедобычи в Штатах, то есть производители США снова вышли на планку в 11 миллионов баррелей в сутки по производству, то, конечно же, рост количества терминалов будет еще одним сигналом того, что производство нефти продолжит увеличиваться и дальше. То есть, как я вначале отметил, мы в коротких позициях, друзья, ждем снова возвращения в район 70. Замыкаем, собственно, на этом неделю, ну а на следующей, я думаю, что у нас снова будут дополнительные вводные, о которых мы с вами поговорим. Евро против доллара. По европейской валюте мы также добрались до сопротивления, от которого мы снова продали главной валютной риска. Сейчас даже есть небольшой профит, там символично несколько десятков пунктов. Это ерунда, потому что нам нужно как минимум снова вернуться в район 1.13. Я даже буду рекомендовать вам поддержать уже короткие позиции до отметки 1.10, но особо не критикуйте меня, не вижу и по-прежнему никаких вообще причин для роста европейской валюты. Единственное, что признаю, что евро выстреливает, когда доллар слабеет. Но, опять же, мы сейчас говорим не о слабой американской валюте, а, напротив, мы говорим о долларе как об активе, который реально заряжен на фундаментальный рост. И отработка именно длинных позиций по доллару будет приводить к слабости рискованных инструментов. Мы, в принципе, даже видели в рамках вчерашней торговой сессии, то, что доллар в моменте может перезагружать рыночное настроение и разворачивать локальные микротренды. Поэтому сейчас мы возвращаемся к коротким позициям по риску и наслаждаемся, опять же, той нисходящей динамикой, которую они пока демонстрируют. По евро хочется отметить еще индекс активности в производственном секторе еврозоны, который был ульконом вчера. Цифры не имеют значения, друзья. Важно, что тот показатель, который мы увидели, оказался на минимальном уровне за последние практически два года. Я думаю, что вы понимаете, такие низкие значения как минимум говорят о сохранении тенденции макроэкономической слабости ключевых секторов еврозоны. И это, конечно же, дополнительный негатив, который, да, в моменте, конечно же, не приведет к ослаблению евро, но позволяет нам использовать вот эту вот макроэкономическую слабость, чтобы готовиться к определенному мягкому содержанию выступления, будущего выступления Марио Дральди. Уже совсем скоро очередное заседание Европейского центрального банка. Оно будет в тысячу раз интереснее, чем прошлое, потому что в этот раз на основании рисков, которые сложились в мировой экономике в последнее время, очень свежей еще воспоминания о турецкой, о турецком валютном кризисе и панике для всех рынков в связи с этим. Мы говорим и о торговом протекционизме США. Конечно же, какие-то планы Европейского центрального банка в связи с этим должны быть скорректированы по поводу досрочного выхода из-за мягких экономических инструментов. Если наш расчет с вами будет оправдан, тогда европейская валюта получит такой импульс для коррекции, которого мы не видели уже несколько лет. Опять же, много нам не нужно сейчас бы выжать, опять же, из-за текущей динамики потери для европейской валюты чуть больше 200 фунтов, чтобы вернуться в район 1,13. Австралийц против доллара 0,7278 сейчас котировки. Вчера мы нашли еще один риск для австралийца, и, кстати, он стал причиной серьезного ослабления австралийцкого доллара. Посмотрите на дневки. Вообще к паре австралийц против доллара сейчас нужно присматриваться, только с точки зрения продаж. Я надеюсь, что вы уже находитесь в этих сделках. Впереди нас ждет с вами цель 0,70, друзья, и даже без политических вот этих потрясений, которые связаны с целой чередой отставок министров, собственно, Австралии. Может быть, речь пойдет даже и о новом этапе голосования и выборе премьер-министра. Опять же, буду держать вас в курсе. Конечно же, это не располагает к покупкам данного инструмента, а только лишь указывает на то, что у нас еще один аргумент, за которым мы можем цепляться. Цели, я думаю, что ясны, повторять их не нужно. Доллар японская иена 111.42. Восстановление отличное. Мог бы, конечно же, доллар подинамичнее сейчас расти, но давайте не будем, скажем, каркать, чтобы не спугнуть даже тех покупателей, которые сейчас есть в этом дойте активы. Почему мы растем? Потому что трейдеры продолжают переваривать протоколы, которые, как вы помните, оказались довольно жесткими, ну, в целом, по содержанию. Мы с вами настраиваемся на два повышения процентной ставки. Да, представители ФРС видят риски торгового характера, но вместе с этим они эти риски видели и раньше, и говорили, и эти мини-ставки повышались. Сентябрь – это ближайшая дата заседания Федрезеров, спецконференция, соответственно, ближайшая дата следующего ужесточения монетарной политики. Также участники рынка предвкушают сегодняшнее выступление Джерома Пауэлла. Мы о нем поговорили в начале брифинга. Не будем повторяться. Ждем повторения планов американского регулятора относительно изменений политики денежно-кредитной. И ждем сохранения вот этого растущего тренда по доллару. Из статистики. Вчера на стороне покупателей доллара были заявки на пособие по безработице. 210 тысяч, 212 тысяч. И очень важно, друзья, что по заявкам мы снижаемся, по-моему, третью или даже четвертую неделю подряд. То есть целый месяц, значит, он фармпэрлс нас ожидает довольно сильный. Индекс активности в секторе услуг 55,2 с 56, то есть казалось бы снижение, но не обращайте внимания на этот незначительный спад, потому что Индекс все равно выше 50, и это значит, что сектор восстанавливается. Фунт против доллара 1,2854, вчерашняя, точнее, сейчас чуть выше 1,28. Вчерашняя торговая сессия была очень плохой, неудачной для британца. После довольно результативного четверга, точнее, среды, когда максимум пары фунт-доллар составил, по-моему, 1,2920, как раз этот максимум был зафиксирован на фоне комментариев министра по Брекзиту о том, что ожидается достижение соглашения на саммите ЕС, который состоится 18 и 19 октября. Но рынки развернулись, это связано с укреплением курса доллара, это связано с громкой статьей Белли Тельгера, вчера мы ее разбирали, она фактически стала явным доказательством со ссылкой на официальных чиновников, что ведомства, которые в конце концов будут отвечать за благополучие Великобритании, уже готовятся к самому мрачному сценарию. Ну, не бывает, скажем, дыма без огня, друзья, вы должны понимать, что этот сценарий, раз уж такие планы прорабатываются, и торговые палаты, его вероятность реализации, то есть жесткого Брекзита, выхода Англии из ЕС без сохранения доступа к этому рынку, а сейчас, возможно, на пиковых значениях, и будем потихоньку готовиться к его претворению, этому сценарию в жизни, реализации, собственно, этого жесткого Брекзита. Поэтому по британцу, как были рекомендации, ждать, собственно, пару в районе 1.25, так я ни в коем случае от этих ожиданий и ориентиров не советую отказываться. Доллар канадец 1.30.85, пока что американская валюта все-таки переняла инициативу у канадца, насколько бы не хотелось нам быть в пару уже ниже отметки 1.30, придется нам подождать, друзья, но вы заметили, я сказал, что ни в коем случае не нужно пока что крыть короткие позиции по доллару канадцу, мы ждем с вами возобновления нисходящей динамики, потому что цену на нет, посмотрите, где находится выше 75, это поддержка для канадской экономики, нужно топливо в виде национальных отчетов, и на следующей неделе они будут, очень серьезный релиз темпа экономического роста канадской экономики, по-моему, в среду, да, или в четверг, ну, в понедельник мы с вами уже детально поговорим, конкретно по хронологии этих отчетов. В общем, на следующей неделе у нас темпы экономического роста, по Канаде, я думаю, что исходя из ожиданий мы увидим хорошие цифры, которые усилят интерес, подкрепят, повысят интерес к канадцу, если еще и цены на нефть будут держаться, ну, около текущих значений, то, конечно же, снова покупатели могут вернуться именно в канадскую валюту. У нас с вами цель, друзья, 1,28, и долгосрочная цель 1,25. Пока что давайте поддержим. Я думаю, что если доллар, конечно же, не хотелось бы, но если в ближайшее время возьмет паузу по своему росту, тогда мы еще по темпам до выхода данных по экономическому росту Канады сможем снова предпринять попытку, чтобы вернуть пару долларов к канаде в районе отметки 1,37. Ну, собственно, это основные события, все, что я хотел вам сегодня рассказать, друзья. Остается пожелать вам хороших выходных. Не забывайте, что увидимся мы с вами, как и всегда, в понедельник в 9.30 по московскому времени. Будем разбирать после выходных, если что-то интересное случится на выходных, конечно же, поговорим. Будем готовиться к отчетам недели, которая, собственно, предстоит, очередной недели, и будем снова говорить о наших долгосрочных позициях и о том, в чем можно, собственно, заработать. На этом все. Всего доброго. До свидания.